МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На телеканале первое мытищенские время новостей. В студии Алина Савыш. Здравствуйте. Сегодня на Центральную Россию обрушились мощные снегопады. В нашем огруге последствия непогоды устраняли 28 единиц техники и 140 дворников. И это не считая ресурсов, брошенных управляющими компаниями на расчистку от снега придомовых территорий. Надежда Звягинцева расскажет подробности. Снегопад, обрушившийся на Москву и Подмосковье, этой ночью уже назвали мощнейшим за последние 70 лет. За несколько часов на улицах образовались 15-сантиметровые сугробы. Поэтому рабочий день для коммунальщиков, в том числе мытищенских, начался раньше, чем обычно. В 6 часов утра вышло 3 трактора 320-х МТЗ, 3 МТЗ 82-х, 6 мини-погрузчиков, 16 газелей, 3 КамАЗа, 2 Амкадора. Продолжают работать и будут до конца снегопада. К 8 часам утра городские магистрали были расчищены от снега. Техника работала на тротуарах и в карманах автобусных остановок. Но при движении транспорта всё же возникали затруднения. Из-за непогоды видимость на дорогах сильно ухудшилась. Вот во сколько ушёл? То ли 8.43, то ли 9.05. Плохо ходят. Уже заметили, да? Да, да. И опаздываете куда-то? Ну, конечно, опаздываю. Конечно, рассчитывали на автобус. Уже точно пришли к этому времени, даже раньше, а он раньше и ушёл. То ли опоздавший, то ли по времени, бог его знает. Он ушёл, наверное, минут 57. Пока одни мытищенцы сожалели о потерянном времени, другие, те, кому в этот день некуда было спешить, наслаждались по-настоящему зимней атмосферой. Обожаю снег. А планы не нарушил? Нет, пока нет. Я надеюсь ещё везде успеть. Как дорожки? Ну, половина почищены, половина нет. Но меня это удовлетворяет, я же прогуливаюсь. Мне всё равно, как дорожки. Очень рады. Собачка тоже. Оделись тепло по погоде, да? Да, даже собачка вот в ботиночку. Оделись тепло по погоде. Всё нам замечательно. Дороги чистят, посыпают очень активно. Что не есть хорошо для собачек, но для людей замечательно. Помимо спецтехники, в устранении последствий непогоды участвовали 140 вооружённых лопатами сотрудников леспаркхоза. Они были брошены на расчистку от снега парков и скверов. Все силы брошены на ключевые точки. Стараемся максимально и вручную, и механизированно убирать снег. Потом идёт просыпка хлоридом натрия плюс гранитной крошкой для лучшего сцепления с поверхностью. Когда лёд подтается, ещё раз пройдёмся трактором и карманы уже все, и детские площадки, резиновые покрытия будем убирать вручную. Во дворах работали сотрудники управляющих компаний. Они расчищали подходы к подъездам и придомовые территории. Однако тот, кто слишком рано сегодня вышел на улицу, всё же оказался в снежном плену. Вы сами ходите, видите, как тяжело идти. А это вполне возможно только начало. Вероятность снегопада на завтра составляет 40%. По прогнозам синоптиков, сегодня должна выпасть четверть месячной норма осадков. А к середине недели температура воздуха опустится до минус 10 градусов. Так что доставайте тёплую одежду, шапки, варежки. Берегите себя. Надежда Звягинцева, Денис Корнев, Первый Матищинский. Стоит отметить, что коммунальные службы устраняли последствия снегопада целый день. Синоптики прогнозируют осадки практически до конца недели. И сегодня в социальных сетях мы запустили традиционный опрос. Тема для обсуждения – снегопад. Какие сложности он доставил? Мнения мытищинцев разделились. 45% опрошенных рассказали, что опоздали из-за него на работу. 35% считают, что коммунальные службы делают всё возможное. А 15% просто порадовали снегу. Ещё столько же считают, что дороги можно было бы расчищать лучше и оперативнее. Далее о том, что ещё сегодня в выпуске. Новый корпус на 1200 мест. Сотрудники главстройнадзора проверили ход строительства школы номер 3. Застройщик у нас добросовестный, выполняет свои обязательства в срок. Значит, строительство школы идёт с опережением срока. Первый Матищинский за ревакцинацию. Сотрудники телеканала получили новую порцию антител. Сейчас по сроку пришёл на ревакцинацию спутника МАЙТ. Стань Дедом Морозом. В многофункциональных центрах округа стартовала акция «Ёлка добра». Ваши пожелания и подарки будут доставлены до адресата. И об этом будет вам сообщено. Тёплая забота о самых маленьких. Как матищинские рукодельницы помогают недоношенным малышам. 135 пледиков я связала, 180 шапочек и 160 пар носочков для деток. Сегодня представители глав стройнадзора проверили ход строительства нового корпуса в школе номер 3. Застройщиком выступает «Инвестстрой», который реализует проект в рамках договора о развитии застроенной территории. Новый корпус будет рассчитан на 1200 мест. Тема продолжит Алла Сталаева. Строительство пристройки к третьей школе началось в декабре 2020 года. Застройщику необходимо было спроектировать общеобразовательный комплекс, который впишется уже в существующее здание школы. Задумка оказалась довольно уникальной, поэтому строителям пришлось потрудиться. Вот, например, в новом учебном корпусе будут работать несколько классов химии и физики. Казалось бы, ничего удивительного. Но в каждом кабинете строится подиум для преподавателя и остекление для безопасного проведения опытов. Здесь же проведена вытяжка, а у каждого ученика за партой будет личный водопровод для лабораторных работ. А это помещение для приема пищи. В основе – монолитный каркас с колоннами. Помещение называется у нас «Столовая кухня», в которую в себя включает обеденный зал на 650 мест. Обеденный зал разделяется на обучающихся средней школы и обучающихся начальной школы. Также в столовую кухню у нас ходят производственные помещения по приготовлению пищи, хранению продуктов. Чем еще совсем скоро удивят строители, так это главным входом. Сейчас он находится в лесах, но масштабы уже поражают. Парадная лестница главного вестибюля будет соединять начальную и старшую школы. А это огромное пространство будет читальным залом. Книга-хранилище, место для авторского чтения, зона открытого хранения литературы – все для комфортной учебы. Еще одно помещение – актовый зал на более чем 600 мест. Такая технология выполнения потолка применяется в мытищих впервые. Это ребристые монолитные покрытия. Выполняется крайне сложно и долго. Мы когда ее проектировали, когда сейчас строим, в принципе, так сказать, не экономили, старались сделать лучше. Потому что все-таки, ну, это социальный объект, и хочется потом посмотреть и гордиться этим. У нас же фасад здания пойдет скоро, потому что сейчас уже обшивают его потихоньку. Монолит закроем, когда везде дадим уже тепло, и уже полным ходом у нас пойдет отделка внутри. В школе будет два спортивных зала, четыре лингофонных кабинета для изучения иностранных языков, блок мастерских, класс информатики и многое другое. За время проверки сотрудниками главстроеназоры не выявлено ни одного случая нарушения строительства. За период строительства было проведено три плановых проверки. В настоящий период ведется четвертая плановая проверка. Застройщик у нас добросовестный, выполняет свои обязательства в срок. Значит, строительство школы идет с опережением срока. Представители застройщика уверены, что строительство объекта завершат раньше срока. Но какой будет школа, хочется узнать уже сейчас. Вот так будет выглядеть пристройка к третьей школе уже к концу лета этого года. Современные архитектурные решения и большое пространство. Строители уверены, школа будет уникальна. Ожидается, что 1 сентября 2022 года дети пойдут в новое здание школы. Летом здесь благоустроят территорию и установят спортивные комплексы. Алла Сталаева, Денис Петров, Первый, Мытищинский. Сотрудники управления МВД России Мытищинская продолжают проводить рейды нетрезвый водитель. В целях профилактики и пресечения грубых нарушений инспекторы дежурят на улицах города. Напомним, управление транспортным средством в состоянии опьянения, а также отказ от прохождения медицинского освидетельствования наказываются штрафом в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортным средством. За повторное нарушение предусмотрена уголовная ответственность. Продолжаем выпуск. Сегодня коллектив Первого Мытищинского дружно отправился на ревакцинацию. Весной этого года большинство наших сотрудников сделали двухкомпонентную прививку спутником ВИ. Спустя 6 месяцев пришло время получать новую порцию антител. Юлия Федорененко продолжит. Да вообще я решил жить. Я стал совершеннолетний, я только начал жить. Верите в чудодейственные свойства прививки? Конечно. Я себя... Сегодня ты сотрудник из канала Первый Мытищинского. Идем, идем. И пришли на ревак за нас. Коллектив Первого Мытищинского давно привык к видеокамерам и микрофонам. И даже в очереди за прививкой наши сотрудники чувствуют себя комфортно и умудряются шутить. Но только не со здоровьем. Здесь все ведут себя ответственно и дисциплинированно. Вместе решили, вместе и пришли. Я беспокоюсь за свое здоровье, родных, близких. Поэтому я уже в апреле месяце вакцинировался. Сегодня пришел на ревакцинацию, соответственно, чтобы поддерживать свое здоровье и не опасаться за него. С момента, как сделал первую прививку, прошло уже шесть месяцев. Потому что в мае, я в середине мая делал прививку первую. А сейчас по сроку пришел на ревакцинацию спутником «Лайт». Первом и Тищенский в числе первых сделал прививку против коронавируса, причем всем коллективам, в начале весны. Все без исключения после введения первого и второго компонентов спутникови чувствовали себя нормально, а главное, не заболели. Сейчас пришло время снова защищать свой организм. Очень радует, что коллектив Первом и Тищенского очень сознательно относится к своему здоровью. Пришло время ревакцинировать, и мы все дружно пришли сделать следующую прививку, как говорится. Но настроение у всех отлично, это тоже радует. Но обратиться хочется к тем людям, которые до сих пор не верят в то, что прививка помогает против коронавируса. Ну, это все-таки, наверное, прошлый век. Но никого уговаривать, убеждать не буду, потому что это дело личное каждого. Но могу сказать, что радостный момент. Сегодня около пункта вакцинации очередь, и жители Матищ все-таки стремятся сделать либо прививку, либо ревакцинацию. На сегодняшний день сделали прививку против ковида 159 630 жителей округа. Ревакцинацию прошли 11 113 человек. Как отмечают врачи приючного пункта, очередь на прививку здесь каждый день, и так с начала весны. У нас очередь с 9 часов утра каждый день. Вот так. То есть вы начинаете с 12, очередь с 9? До 8 вечера, но заканчиваем мы прием где-то в 19.30, потому что 30 минут мы должны наблюдать за пациентом. В выходные, говорят медики, желающих сделать прививку еще больше, и не только в торговом центре Фодейли. Вакцинацию можно пройти в Перловском и в Красном Ките, а также в процедурном кабинете любой из поликлиник округа. Рекомендации после ревакцинации такие же, как и после первой прививки. Желательно три дня. Не мочить место укола, отказаться от алкоголя и избегать физических нагрузок. В случае повышения температуры выпить жаропонижающее, а если рука покраснеет или припухнет – антигистаминное. После прививки мне, как и всем, выдали вот такой бумажный документ, подтверждающий, что я прошла ревакцинацию. На портале Госуслуг электронный сертификат вместе с QR-кодом появится через несколько дней. Юлия Федориненко, Константин Бондаренко. Первом Итищинске. В Мытищинском МФЦ стартовала традиционная боготворительная акция «Елка добра». Чтобы принять в ней участие, нужно всего лишь прийти в многофункциональный центр и обменять одну из открыток на указанный в ней подарок, который будет направлен нуждающимся детям. Как принять участие в акции, расскажет моя коллега. В Новый год особенно хочется верить в чудеса. Это период, когда могут сбыться любые мечты, и каждый из нас может стать тем волшебником, который исполняет желание. Сделать это можно, приняв участие в акции Мытищинского многофункционального центра. Новогодние елочки, установленные по адресам на улице Карла Маркса, дом 4А, и по улице Мира строения, 32, корпус 2, украшены не только новогодними игрушками, но и именными открытками с пожеланиями детей Деду Морозу. Либо пожелать какие-то добрые слова, либо каждый из детей написал свои пожелания, что он хочет на Новый год. Также можно оказать финансовую помощь. Подробную информацию все можно уточнить на стоке у администратора. В этом году в МФЦ помогают Мытищинскому центру для несовершеннолетних преображений и Калужскому центру содействия семейному воспитанию берега. Принять участие в акции может каждый ваш. Подарок будет обязательно доставлен детям. Каждый человек, кто будет участвовать в данной акции, оставляйте свои контакты. И все ваши пожелания и подарки будут доставлены до адреса. И об этом будет вам сообщено. Принять участие в акции можно до 15 декабря. Стать Дедом Морозом в этот Новый год может каждый. Первый Мытищинский также исполнит чью-то детскую мечту. Алла Сталаева, Денис Корнев, Первый Мытищинский. Члены еврейской общины городского округа Мытища приняли участие в традиционном ханукальном автопробеге. В рамках праздника огней и света, который иудеи отмечают с 11 декабря, по Московской области в Ярославском направлении прошел автопробег. Инициативные члены еврейских общин из близлежащих городов объединились, чтобы провести через свои города символический свет. Автомобили сортовали от центральной площади в Мытищах и поехали по маршруту Королев-Пушкина. Этот автопарад проходит третий год и преследует две цели. Объединить те еврейские организации, которые есть на территории Московской области, и рассказать об этом светлом, ярком и красочном празднике. В Пануку очень важно рассказать о чуде. С каждым из нас случаются чудеса. И зачастую мы об этом забываем упомянуть. Жизнь она бежит, скоротечна, у нас много разных забор. Но чудо, если это случилось, о нем нужно рассказать как можно больше. В Еврейском народе больше, чем 2,5 тысяч лет назад случилось капитальное чудо, когда Всевышний услышал наши стремления и сделал в Ярославском храме чудо, когда маленький горшочек горел целых 8 дней. В праздник Ханука мы выходим на улицы, ставим светильники в публичных местах, в центральных местах, на центральных площадях городов. И задача в том, чтобы свет и посыл праздника донести до самых широких кругов населения. Потому что Ханука это в первую очередь, наверное, надежда. Потому что это свет, который всегда победит цену. Депутат Государственной Думы Вячеслав Фомичев вместе с председателем Совета депутатов округа, секретарем местного отделения партии «Единая Россия» Андреем Гореликовым поздравил мытищинских активистов с Международным Днем Добровольцев. Сферы деятельности, в которых можно увидеть безвозмездную работу добровольцев, разнообразны. Они ежегодно принимают участие в жизни медицинских и социальных учреждений. Активно участвуют в крупных международных мероприятиях, спортивных и патриотических акциях. Волонтеры мытищи рассказали о своей работе. Лучшим вручили благодарственные письма от Московской областной думы. Вот сейчас вышел замечательный фильм патриотический. Называется «Летчик» про 1941 год. У нас же 5 декабря не только Международный день добровольчества, но и день начала контрнаступления советских войск против фашистских войск, битвы под Москвой. Также добровольцы мытищ обратились к парламентариям с инициативой посетить вместе премьеру фильма. На самом деле, на чем мы воспитываемся, мы сегодня с вами на эту тему говорили, на примере старшего поколения. И вот молодцы, что ребята сегодня, отмечая праздник День Добровольца, День Волонтера, мне очень спасибо всем приятно, что действительно они знают, что 5 декабря – это День воинской славы, касается всех нас, тех живущих в Подмосковье, это, наверное, близко. Видите, вот они действительно знают, что выходят твои. Сегодня порадовал, по-хорошему удивил. Я думаю, вы сейчас что-нибудь попросите сникерсов или куку-колы ящика. Вы вот такой, на самом деле, действительно, наверное, интересный, молодцы. Могу вам сказать только спасибо. Все участники диалога отметили. Что такие встречи нужны, чтобы четко понимать потребности молодежи и помогать друг другу во всех добровольческих начинаниях. У нас волонтерский актив довольно большой. Это и волонтеры Победы, и волонтеры Подмосковья, и молодая гвардия. Но самое главное, вот скажите, это же правда для молодежи от души, правда же? Это заложено уже, наверное, в человеке, помощь другому, особенно нуждающимся, в силу совершенно разных причин, потому что их много людей. И когда ты начинаешь этим заниматься, ты понимаешь, что ты все больше и больше тому, если нужен, правда? Совершенно верно. В Матищинской школе искусств депутат Московской областной думы Михаил Мурзаков встретился с педагогическим коллективом. Встреча была посвящена 20-летнему юбилею партии «Единая Россия». В рамках мероприятия Михаил Мурзаков отметил самых активных членов сообщества. Среди них педагог детской школы искусств номер один Софья Шумилина. Софья Борисовна Шумилина – педагог, очень талантливый человек, востребованный, любимый своими учениками. Сегодня мы пришли в школу искусств, вручили ей награды Московской областной партийной организации, вручили памятный подарок и очень хорошо, так душевно пообщались с коллективом. Это действительно очень активная женщина, очень активный партиец. Она активно участвует во всех избирательных кампаниях, ведет агитационную работу. Побольше бы нам таких людей на самом деле. Много лет прошло, и вот эти 20 лет, ну я постоянно как работая здесь, вот все эти годы я совмещалась и с концертной деятельностью, потому что моя работа как педагога, оно предполагает, это предполагает не просто обучение. У нас последние годы, да и не последние, вот последние 20 лет, мы постоянно участвуем в конкурсах разного-разного уровня. К другим темам. Ежегодно в России более 100 тысяч детей рождаются недоношенными. Маленьким и хрупким малышам уход и забота нужны в двойном размере. Как при помощи шерстяной одежды и игрушек матищинские рукодельницы помогают таким младенцам, узнал Андрей Колосов. 28 петель. Столько необходимо набрать на спицы, чтобы связать носочки для недоношенного младенца. В первой неделе своей жизни он вынужден находиться в специальном кувезе. Трение шерстяных волокон на ножку ребенка – это естественный массаж рефлекторных зон стоп, который оказывает не только согревающее, но и тонизирующее, общее укрепляющее действие. В таком состоянии малыш не находится в дремоте, когда он может уйти в крепкий сон и забыть сделать вдох. И действительно, к сожалению, у нас есть и дети, которые рождаются очень рано, недоношенные. И оказывается, вот эта мелкая моторика, это движение руками, прикосновение к этой пряже играет очень большое и значимое развитие. Вы знаете, чувство каждого человека переполняется радостью, когда он может чем-то конкретно помочь каким-то людям и оказать эту помощь. Местному клубу подарили две корзины пряжи. Встреча Андрея Гореликова и Романа Коробейкина с волонтерами прошла в библиотеке имени Кедрина и приурочена к Международному Дню Недоношенных Детей. Его отметили 17 ноября. В мытищах клуб «28 петель» работает уже три года, и в нем состоит около 20 неравнодушных мытищинцев. Организаторы сообщества вяжут одежду сами и учат новичков. Шапочки, носочки, пледики, рукавички – все может быть полезно. Главное изделие должно быть связано из чистой шерсти. Отделения перинатального центра, где выхаживают новорожденных и недоношенных малышей, всегда нуждаются в вязаной одежде. Даже в роддома именно мытищи передал. Допустим, Сергей Пасат одна поездка была, 90 комплектов передали. Потом в Коломну мы передавали. Тоже где-то так вот 90 с чем-то комплектов было. В нашем округе много удивительных людей. Эти женщины-волонтеры вносят неоценимый вклад и помощь. Вяжут не только одежду, но и специальные игрушки для детей. Так называемые комфортеры. Вяжем мы, ну как сказать, и немало, и немного. Вот, например, у меня в этом году 135 пледиков я связала, 180 шапочек и 160 пар носочков для деток. Совет депутатов округа совместно с общественной палатой будет и дальше участвовать в жизни клуба и всячески его поддерживать. А стать участником сообщества может любой желающий. Знаете, есть такой возраст, когда, ой, а что мне делать, депрессия. Какая депрессия, приходите к нам и вяжите. Это такое движение, это прям такой позитив, энергия. Андрей Колосов, Олег Степанов, Первый Матищинский. В округе наградили победителей муниципального этапа конкурса «Волонтер года». Церемония подведения итогов состоялась в молодежном центре «Импульс». Самых активных добровольцев выбирали в четырех номинациях. Волонтеры культуры, эко-волонтеры, событийные и социальные волонтеры. Некоторых номинировали дважды за активное участие в организации и проведении различных мероприятий, а также за помощь в сохранении леса. Мы проводим акции на всей территории Московской области, иногда выезжаем за ее пределы. Я и лично принимал участие в субботниках по выкопке борщевика, также занимаюсь организационными моментами в данной области. Каждый должен заниматься, во-первых, тем, что ему нравится, и любое направление в волонтерстве, оно помогает людям в первую очередь. И нельзя выделить, сказать, что эко-волонтерство лучше другого волонтерства, все важно. Для меня это в первую очередь вообще бескорыстная какая-либо помощь, и моя цель реально помогать людям. Я стала более, наверное, открытая, у меня появилось больше знакомых, как бы все-таки это реально большая дружная семья, мы прям все вместе вот так вот прям, но объединяемся и делаем все вместе общее дело. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Далее прогноз погоды. Напоминаю, наши новости также доступны на сайте Первого Матишинского и в социальных сетях. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Первая вакцинация прошла хорошо, температуры не было, самочувствие было удовлетворительное. Я иду с гордой, поднятой головой на вторую прививку. Настроение отличное, так что я улыбаюсь, я человек-оптимист, поэтому все у меня нормально. Отношусь к медицине давно, много лет. Я уже 40 лет работала в мединституте, поэтому я знаю, что такое прививка, ее значение для человека, ну и для всех окружающих. Во-первых, я хочу быть сама здоровая, чтобы здоровые были мои внуки и все окружающие вокруг меня. Да, бывают осложнения, как при любом заболевании, как любой прививке. Мыши люди индивидуальны, и каждый реагирует на нее по-своему. Поэтому могут быть повышения температуры. Это, естественно, соответствует положительной реакции организма на то, что нам величие чужеродных антибелок. После первой вакцинации я ничего не чувствовала, никаких ни общих симптомов, ни местных. То есть ни температуры, никаких болей не было. То есть все было нормально. Ну, я там замечала через две недели какие-то нарушения общего состояния. Ну, видимо, это были связаны с какими-то там атмосферными явлениями, потому что это уже было через две недели. Заполняла дневник, прислали через госуслуги. Ждала ту вакцину, которая будет однократно. Но потом, не дождавшись, все-таки посмотрела, что и коллеги многие прививаются. Потом я уже больше года не видела родителей. Хочется съездить туда и как бы быть не опасной. Поэтому вот решилась на то, чтобы нужно привиться. Через две недели начинается выработка уже антител. И через 21 день на 50-60% уже вырабатываются антитела. Но до конца еще человек, полноценный иммунитет еще не сформирован. После второй вакцинации через три недели формируется уже полноценный иммунитет. И, как показали исследования, более 90%, от 90 до 95% случаев, и пациент гарантирован, что он не заболеет. Привет, гражданин Российской Федерации! Ты уже слышал про Пушкинскую карту, по которой за счет государства ты сможешь посещать культурные учреждения твоего и других городов. Да, теперь тебе доступна такая обширная культурная программа. Но, если тебе от 14 до 22 лет, имей это в виду. Как же, как ее получить? Спросишь ты. Вот пошаговая инструкция. Тебе понадобится подтвержденная учетная запись на госуслугах. Если она уже есть, отлично. Если нет, зарегистрируйся и подтверди личность через МФЦ или онлайн-банк. Все готово? Тогда скорее за Пушкинской картой! Бери свой смартфон, скачай приложение «Госуслуги культура», потом авторизуйся через свою учетную запись «Госуслуг». Это просто главное, введи нужные данные. Ну и вот, осталось подтвердить выпуск твоей личной виртуальной пушкинской карты. Только приготовься к селфи. Да-да, фото останется на аватарке. Никуда не отдадим. Подтверждай выпуск и она твоя. Все, теперь введи себя культурно. А куда именно, выбирай из мероприятий, которые доступны по пушкинской карте. Это можно сделать в приложении «Госуслуги культура» или с помощью афиши на портале «Культура.рф». Ах да, любезнейший. Если желаешь выпустить себе пластиковую карту и на ощупь приятную, и глаз порадовать, то отправляйся прямиком в любое отделение банка-эмитента. Там все сделают. Все? Досмотрел ролик? Ну тогда скорее оформляй свою пушкинскую карту, а то еще пропустишь какое-нибудь крутое культурное мероприятие, пока другие уже все оформили. И напоминаю, веди себя культурно.